Мир Божий вам, братья и сестры! Благодарю Бога за возможность. Вместе с вами хочу радоваться Господе нашим. И думаю, что как раз в вечернее время или среди недели присутствуют люди, которые... Все хорошие члены Церкви. Но те, которые еще дополнительно хотят, говорят, мне этого мало, я побыл утром, мне этого мало, а я еще хочу, мне не хватает. Это люди по-особенному благословенными. Я рад видеть таких людей и быть среди таких людей. Слава Господу! Читаю два места Писания. Первое – это книга Исход, 3 глава, с 1 по 5 стих. Исход, 3 глава. Моисей пас овец у Иофора, тестья своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И второе место – это книга Левит, 6 глава, 13 стих. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Левит 6, 13. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Я думаю, что мои переживания будут больше присущи служителям. Но я хочу верить, что каждому из вас, как я сказал, благословенным людям, присутствующим сегодня в служении, будет это тоже знакомо. Что мы сегодня должны сделать, чтобы наши служения стали притягательным местом? Что мы должны служить, поступать, формы служения менять, кого-то приглашать или что еще? Чтобы люди не уходили, как сегодня мы слышали, что кто-то где-то уходит, а приходили. Даже, я скажу, не просто приходили, бежали. Чтобы людям было интересно увидеть вот эту картину, картину, которую увидел Моисей. Я хочу провести некую параллель. Я хочу сделать какие-то выводы для нас и вместе с вами потом молиться. Когда он, Моисей, пас овец, увидел что-то, что, с одной стороны, является обычным явлением. Увидел терновый куст. Ну, послушайте, в пустыне увидеть терновый куст – это не видаль. Что там особенного? Обычный, колючий, неприглядный. Это не оранжерея, это не рассадник роз. Ничего интересного. И таких кустов там, наверное, было. Но он посмотрел, этот куст горит. Ну, может быть, какой-то путешественник впереди прошел. Может быть, зажег. И сейчас сколько там этого куста? Сгорит и все. А нет, горит. Моисей глаза протер. Горит. Продолжает гореть. Я говорю, я пойду посмотрю. Это было на расстоянии немножко. Человек другой бы поленился бы. Жара, пустыня. Нет, я пойду посмотрю. Какое-то необычное великое явление. Куст горит и не сгорает. Я хочу, чтобы мы в этой параллели увидели другой огонь. Тот огонь, который и людей привлечет. Тот огонь, который нас согреет. Тот огонь, который нас изменит. Вот здесь этот огонь чем-то отличался. Во-первых, я хочу сделать вывод какой-то добровольности огня, если так выразиться. Дальше стабильность или непрестанность огня. Потом, если хотите, святость огня. И, наконец, изменение через огонь, обновление через огонь. Сам куст по себе не имеет права выбора, не имеет воли. Его зажгли, он горит. Сам он не может быть зажжен. Но когда мы говорим о нас, о нашем сердце, а я именно в этом аспекте хочу сказать, здесь немножко по-другому. И, как ни странно, но я вполне имею право сравнить человеческое естество с этим кустом, потому что Бог через Исаию говорит, народ – трава. Трава угасает, цвет увядает от дуновения Господа. Дунул Господь, и все. Так народ. В другом месте, что есть? Сын человеческий, что ты помнишь его, и Сын человеческий, что ты посещаешь его. Мы, как куст, сами по себе. Красивые с точки зрения взгляда людей. И, тем не менее, наша плоть. Вот этот куст, обычный куст, загорелся. Он не мог выбирать. Я хочу задать вопрос каждому находящемуся здесь. Себе, вам, хочешь ли ты быть зажженным? Хочешь ли ты гореть? Если да, придется платить цену. И, может быть, мы порой слишком легко соглашаемся, а потом происходит то, что происходит. Стабильности не будет. Но наше желание. Иеремия, как и любой другой человек, имел право выбора. Толкователи говорят о нем, об этом пророке. Плачущий пророк. Когда-нибудь вы обращали внимание, какие слова он использует? И одна из книг его называется «Плач пророка Еремии». И вот такие выражения. Непринятость, непонятость, отверженность обществом, близкими, родными. И пришел один момент, когда он говорит, все, написано, я подумал. Но, коли написал, то не только подумал. Сказал, написал. Не буду больше говорить. Не буду напоминать о нем. Не буду больше говорить о нем. Но было в сердце моем как бы огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его. И не мог. Господи, дай нам так зажечься, чтобы даже если захочу сказать нет, не могу, хочу гореть огнем Святого Духа. И так хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы проявили желание, чтобы мы захотели этого. Здесь огонь привлек внимание, потому что не переставал. Была какая-то стабильность огня. И опять же, как представитель уже старшего возраста, могу вспоминать и говорить, видел за время своей жизни, своего служения, много прекрасных молодых людей. И не только молодых. И они зажигались. Они приходили к Богу. Они говорили, я пойду, я преодолею. Я. Господи, благослови. Любовь первая приходила. Человек собраний не пропускал. Человек Библию днем и ночью открывал. Человек молиться хотел. Человек горел. Я в сельской местности жил. И, наверное, люди старшего возраста хорошо эту картину могут представить. И молодые тоже. Так хорошо горит солома, сено. Моментально сухая трава. Моментально подожжешь такое пламя. М-м-м-м. И все. М-м-м. И нема огня. А вот бросишь какое-нибудь, простите, корявое, не очень красивое, но кусок дерева, полено, как у нас говорили, и оно немножко сначала так покряхтит, а потом разгорится. Слушайте, горит, горит. И тепло. Оно продолжает гореть. И думаешь, что лучше? Или красота этого моментального огня или некая стабильность? Вспоминаю одно свидетельство. Два неверующих друга. Неверующих. Но один стал приходить в собрание. Второй говорит, что ты ходишь туда? Ну, ты же не веришь. Не верю. Так а чего ты ходишь? Ты знаешь, говорит, там проповедник, который проповедует, он такие вещи говорит. Он так горит, когда проповедует. И мне интересно наблюдать, как он горит. Братья мои, сестры, я хотел бы, чтобы в нашей жизни что-то действительно изменилось так, чтобы этот огонь захватил нас. И вот эта стабильность стала притягательной для людей, может быть, соседей, которые наблюдают картину. Я благодарен Господу за вас, за вашу церковь. Сегодня очень многие уже не имеют вечерних собраний, потому что, может быть, кому-то далеко, потому что кто-то хочет отдохнуть. Разные причины. Я понимаю, с одной стороны, и с другой стороны, идет какой-то процесс уменьшения. Не просто количество собраний. Идет процесс уменьшения времени, который хочет человек отдавать для Господа. Все по-быстрому, все быстро, моментально. Лучше еще включить интернет, а еще лучше едешь в машине послушать, а еще лучше вообще не слушать. В общем, все идет к этому. Но я желаю, чтобы в вашей прекрасной церкви постоянно, непрестанно, горел огонь на жертвеннике. И любого рода служения. Оно не было коптением. Оно не было просто дыма, много огня нет. Чтобы оно было устойчивое, ровное, прекрасное горение во имя Господа Иисуса Христа, чтобы вы имели эту стабильность. Третье, что я хочу, и немножко больше на этом остановимся, это, как я сказал, какая-то святость, если хотите, огня. Когда Моисей увидел из огонь, из среды тернового куста, и дальше услышал Бога, который сказал, не подходи сюда. А почему? Бог хочет иметь с ним общение, говорит, сними обувь, что-то удали от себя, потому что место, на которое ты вот встанешь, ступишь, на котором стоишь, это земля святая. Я не знаю радиус того круга, диаметр, я не знаю, сколько там было, несколько метров, больше, меньше, но вот здесь, условно говоря, граница, здесь земля святая, а здесь обычная, да ничем она не отличалась. Пустыня, песок, тот же самый, раскаленный, но в духовном мире была какая-то черта, была какая-то граница. Вот здесь одно, там другое. Слово святой – это отделенный. Когда я говорю святость, это сначала отделение, а потом уже очищение, посвящение. И я думаю, вы помните хорошо, что происходило, когда Бог выводил, Господь выводил свой народ из Египта, и прежде чем это случилось, и прежде чем пришла та десятая казнь, смерть первенцев, смерть, когда прошел губитель, и уже невозможно было, перед этим была девятая казнь, и эта казнь была казнь тьмы. В Египте, во всех домах, была тьма, но только, только лишь в домах жителей, вернее, израильтян, был свет. Что вы скажете о последнем времени? Какова ваша оценка? Как вы оцените происходящее событие? И вот, когда я говорю эту границу, именно эта граница, тьма, которая там была в Египте, была настолько густой, в одном месте там, осязаемая, ее можно было как-то потрогать. Они не могли встать египтяне с мест своих. Наверное, вставали, но лбы разбивали, и так темно было. И как это так могло быть? Вот дом, и там полная тьма, а здесь дом, и там свет. И природа этого света мне непонятная, потому что это необычно, это не солнце, солнце будет светить везде, но что-то было, что отделяло. Подобная картина наблюдалась тогда, когда выходили они, столб облачный, огненный для одних, и вместе с тем столб или облако мрака для других. Ангел Господин один, но там свет, а там тьма. Подчеркиваю, прежде, чем наступил исход, прежде, чем заговорила кровь, прежде, чем Бог что-то сделает здесь, на этой земле, мы увидим картину разделения еще большего света и тьмы. И мне хочется пожелать, чтобы в жилищах наших, в сердцах наших, в церквах наших горел огонь Божий, огонь Святого Духа. Название не привлечет огонь. И вывеска церковь это еще не значит, что там действительно посвященный Богу народ. Я вчера рассказывал на конференции в церкви, которую мы арендовали, мы сейчас имеем свое здание, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить вас, братья-служители церковь, за вашу помощь в приобретении здания. Да благословитый воздаст вам Господь. Но когда мы собирались в том помещении аренда, лютеранская церковь, люди приходят на служение, дети, детский садик, как он там называется. И наши преподаватели в одном из классов, нам не давали все классы, но один дали, нашли азбуку, азбука для маленьких детей. Что такое азбука? С моего детства, я помню, как мои дети учились читать, это буквы, когда учится ребенок, буква А, как запомнить, арбуз, буква М, как запомнить, мяч, еще что-нибудь, какой-то предмет и буква соответствующая, легко запоминать. Вот там тоже буквы, но только для детей, я не знаю какого возраста, но для детей, но только какие-то непонятные предметы или символы, или слова, вот такие для меня, как я сказал, не помню, буква Ф, феминизм, D, гендер, L, ЛГБТ, S, секс, это маленьким деткам, это не где-то, это в церковной воскресной школе. Братья, сестры, тьма сгущается, еще раз хочу сказать, но в твоем доме догорит свет, догорит огонь Божьего присутствия, и да не сгорает. И когда этот огонь будет гореть, и когда люди будут видеть, это станет притяжением, это станет какой-то силой, которая подтащит людей, людям захочется, как Моисею, посмотреть, что за явление, почему эти люди идут служения, почему они выходят преображенные, почему они другие, потому что с ними Бог, потому что они дают место Духу Святому, потому что они жаждут выявления Его силы. Когда мы вспоминаем события израильского народа, как я сказал, прежде чем пришла десятая казнь, прежде чем заговорила кровь, это сильный голос, кровь, сначала жертвенных агнцев, и помазанные перекладины, как всякие, сказали губителю, нет, ты не войдешь, потому что защита крови, и с другой стороны смерть первенцев, которая сказала другим людям о том, что здесь уже Бог вступился, мы сейчас на грани приближения таких событий, и то, что происходит сейчас в мире, в том числе наши взоры обращены туда, на восток, и вся эта сейчас мобилизация, чем она обернется и так дальше, это маленькие звенья тех наступающих событий, когда что-то будет происходить, но я хочу сказать, пусть не дрогнет твое и мое сердце, если в твоем доме горит свет, а если помазаны косяки и перекладины твоего сердца кровью уже другого агнца, кровью Иисуса Христа, те события хорошая иллюстрация, но я возвращаюсь к огню и хочу сказать, что то, что пережил Моисей, то встречу, которую он имел, она изменила фактически не только его жизнь, она стала началом исхода, Бог заговорил, Бог открылся Моисею, Бог сказал что-то Моисею, Моисей мало того, что сам однозначно изменился после лицезрения этого огня, после этой встречи, он пришел уже к своему народу, он с Божьей помощью вывел этот народ, это была перемена, и мне хочется сказать, все, абсолютно все, что соприкасается с огнем, становится другим, все, что соприкоснется с огнем Святого Духа, станет другим, это не религия, это не хорошее профессиональное исполнение, может быть, слово, когда логика, когда риторика, когда образованность, когда все правильно, все хорошо, или чудесное правильное пение, профессиональный голос, все это должно быть, но оно порой на душевном уровне, но когда Дух Святой, это уже на другом уровне, это проникает, это начинает себя преображать, начинает себя менять, это действительно чудесно и захватывающе, Моисей, как я сказал, изменился, огонь меняет, посмотрите, если металл, обычный металл помещается в огонь, расплавляется железо, всякая нечистота удаляется, вода превращается в другую субстанцию, в пар, огонь все меняет, он поменял Моисея, он поменял Израиля, он поменяет, огонь будет менять наших детей, проблема сегодня подрастающего поколения, моих и твоих детей, моих и твоих внуков, имеют все, обеспечены всем, может быть, однажды не побывали у этого огня, не увидели силу этого огня, не прочувствовали перемену, которая пришла от этого огня, пусть Бог благословит. Когда-то, опять же, это история Веткого Завета, в доме женщины, когда пришел взаимодавец и сказал, отдай твоих сыновей в рабы, потому что муж, пророк, наверное, займ взял и умер, и нечем отдать, кредит, и нечем рассчитаться, моргич огромный, и нет возможности, отдай детей в рабство. И Елисей говорит, что есть в твоем доме? Я так подумал, Господи, наверное, если бы ты хотел избавить, ты бы, неважно, чем воспользовался, бы, она говорит, нет ничего, кроме сосуда с Елеем, а Елея это пробы Святого Духа, нет ничего, все пусто, голо, ничего нет, остался маленький кувшинчик, но там немножко Елея. Братья мои, сестры, когда мы говорим о грядущих временах, я благодарен Богу за эту страну, я благодарен Богу за то, что мы с вами обеспечены, имеем все, но если даже ничего не будет, пусть в твоем доме стоит сосуд с Елеем, Елеем Духа Святого, и опять же, это прообраз Святого Духа, и когда он будет, сыновья, избавлены от рабства, более того, вы знаете, умножился этот Елей, умножилось это масло, и проданное позволило не только избавить от рабства, но еще жить, я только читаю эту историю, думаю, эх бы побольше ты сосудов насобирала, говорит, уже в соседей всех собрали, так бы только в этих близких соседей, идите еще в следующие селения, вас же не ограничивали, став столько, чтобы хватило детям, внукам и правнукам, и на долгую жизнь, вот так может быть утрировано, но на самом деле это то, что нам сегодня нужно, и потому в книге пророка, в книге Левит, вот это слово, пусть непрестанно горит огонь на жертвенке твоем, мое желание, моя молитва, и мое предложение вам, дорогая церковь, чтобы любого рода служения, которое вы несете, чтобы было пропитано Духом Святым, чтобы с молитвой и с просьбой, мы, просьбой Господа благословений, начинали служение, оканчивали служение не как формальность, проповедь проповедника, слово, которое он ищет, опять же, чтобы было там, у этого огня, там, у этого куста, и когда я верю, когда мы будем все наполнены Духом Святым, придут эти перемены, придут еще больше люди, благодарю Бога за наполненность вашего зала, и сегодня одна картина где-то в собрании, в другом собрании другая картина, но именно это может быть какой-то гарантией стабильности, все остальное, мне пришлось видеть, как один проповедник, желая привлечь людей, особенно молодых людей, вот такую рекламную штуку сделал, он въехал на сцену на мотоцикле, где-то там от двери, и прям, ух, что вы, представляете, как молодые люди, на мотоцикле, я говорю, а что в следующий раз? На вертолете, наверное, а что еще? Ну, 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 на парашюте пустится, а дальше чем можно увлечь? Это проходящее, я не думаю, что оно является притяжением, но Господь, проявляющийся в силе, в огне Святого Духа, Он был, есть и будет центром нашего притяжения. Пусть Бог благословит вас, пусть горит огонь на жертвеннике сердец ваших, пусть горит огонь в жилищах ваших, пусть горит огонь в собрании вашем, пусть является Божья сила, и ничто нечистое будут защищены, дети наши, внуки наши, горят на горячую сковородку, которая раскалена, ничто не, муха не сядет, не сядут нечистые, защищены будут дома наши, пусть Бог благословит церковь свою, вне зависимости от того, является она славянской или американской, является она в нашем объединении или не в нашем, это Божья церковь, она принадлежит Господу, пусть действует дальше Господь, и мне хочется, что мы сейчас помолились молитвой, той молитвой, которой молятся люди, исполненные Духом Святым, той молитвой, которой молятся люди, которые повстречались с Господом, как я сказал, Моисей изменился полностью, переменилось все, его понимание, он Бога услышал, Бог заговорил к нему, Бог сказал, Бог открылся, Бог представился, говорит, Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, Я Твой Бог, я желаю, чтобы сегодня каждый из нас еще раз услышал слова Господа, который сказал бы, Я Твой Бог, Я буду Богом Твоих детей и Твоих внуков, Я не оставлю Тебя, Аллилуйя, давайте склоним колени и помолимся Господу нашему, Аминь.